друзья всем привет вы снова на канале борода play с вами снова я серёга друзья наливайте чайку кофейку я делаю звук чуть-чуть потише вот так вот отлично наливайте чайку кофейку друзья берите вкусняшки печенки садитесь у экранов мы продолжаем играть в игру сибири the world be значит на чем остановились прошлой серии прошлой серии мы остановились за то что мы нашли могилку анны это дочки данны мы узнали встретили эту за 20-летнюю старуху как ее эту юнту юнту встретили юнту она уже совсем какая-то старенькая но блять по расчетам по моим подсчетам и должно быть уже 90 с лишним лет это не как-то блять пиздец она выглядит на все 70 но неважно дальше она рассказала нам что дана она была жива и что она пошла короче всех потеряла все потеряла и пошла сражаться против этих серых теней и мы там разгадывали загадки подводные лодки всякие туда-сюда и потом мы конечно же каким-то образом я вообще не понял как разгадали какую-то там блять загадку что ее ее то любимка живой и он возглавил какое-то сопротивление там короче туда-сюда и все такое и вот мы вернулись наше время и вот мы вернулись и сейчас мы будем что-то делать а прежде чем что делать если вы впервые на канале обязательно подпишитесь поставьте колокольчики пальцы вверх обязательно репосты и комментарии конечно же приветствуется друзья все ссылочки на контакт на дискорд северный телеграм-канал внизу под видео щелкаем подписываемся пиши мне будем общаться с вами прям вот 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 общаться будем с вами вот ну или в сообщество на youtube канале пишите там есть вкладочка сообщества можно писать туда надеть табличку с меценатами покиньте кладбище что за табличка с меценатами чтобы я знал табличка блять с меценатами что это вообще я я не знаю что это такое табличка пик надо вернуться табличка с меценатами я в душе не буду где-то табличку с меценатами искать табличка с меценатами ну давай немножечко сейчас побегаем вот сюда можно подняться можно обратно спуститься вот знаю здесь некоторые имена очень интересно но мне нужно вернуться к своим делам типа нахера мы это вообще сюда пришли да короче чуть-чуть подождите наши щедрые меценаты все понятно спасибо нашли теперь можно уходить нахера это в натуре я не знаю просто так задержать на здесь подольше смысл эти задания ни на что не влияет как я понимаю это дополнительные задания которые просто нахер не нужны взглянуть завал понятно что не усмотреть ой 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 заносит нас ну ну вот и вышли покинусь кладбище что это он получается 9 часов ровно у и ладно у его но не перелезть вот серьезный перелезть через забор что там кейт уокер на дару то они закрылись где-то должен быть механизм чтобы их открыть как и всегда время закрытия да и что мне теперь делать спать в склепе до утра у илана тебе на перелезть же можно опасно сарай анна сарай вот у нас есть сарай использовать досье бумага очусь использовать ты будешь моими глазами оскар хорошо зови меня если будет нужна подсказка нам нужен сарай какой-то походу как я понимаю тот сарай что был закрыт насколько я понимаю там нужен ключ я не хочу спускаться не они вообще подожди а вот он здесь как раз вам да вот он нужен ключ впрочем на вид он хлипкий так давай воспользуемся я тут вроде как потерялась хорошо тогда тогда что этот у нас за черта что не пройти вот сарай этому здесь вот стоим по идее до ключ блядь а где мне найти ключ будешь дурочит слышишь как вообще не человеческим голосом просто так здесь невозможно пройти нужен другой путь будем наугад ходить я не знаю просто дайте мне секунду хотя бы еще показывали где мы находимся был бы вообще здорово то на карте не показано где мы находимся вот сюда не пройти подожди можешь направить меня долг зовет снова знаешь чё давай-ка мне интересно что у нас у там вот короче накидана подожди здесь вот это ага тупик надо вернуться а вот по верху то не нам не пройти по ходу нет да не пройти так тупик надо вернуться хорошо хорошо так это мы вот здесь вот стоим получается сарай у нас внизу лестница это понятно где мы еще не были мы еще здесь где-то не пробегали ну вот возможно еще кто-то вот сюда вот надо сбегать на самом деле мне кажется надо какую-то либо лопату найти на кладбище что еще там можно найти лопату или что-то такое же чем можно будет сбить замок но я пока такой вещи не вижу здесь я был буква п сможешь сказать где я буду если она ходит мне подходит так это понятно но читать мы читали мне нужен совет оскар так ну давай вот вниз сейчас все бегаю я я не знаю а вот вот подожди такой старый этому кладбище несколько веков опа вот оно все нашел использовать а не подожди что значит подожди смысл а взять то никак может я смогу сбить ей замок не могу да нет мне так не кажется не может достать нужно какая-то полка ветка значит а это у нас находится примерно кирка делала без меня кирка хорошо а здесь мы больше ничего не можем использовать кирка эта штука такой старый нам ничего не это самое так ладно пошли дальше кирку я нашел надо теперь что-то чтобы достать кирку нужна какая-то палка ветка веревка я не знаю чего угодно подожди а это завал да скорее всего ну да посмотрим здесь невозможно пройти нужен другой путь и взять ничего ладно а это мы только что отсюда да да это мы только что отсюда здесь и сквозной проход вот вожжи хорошая ветка смотри лежит я не могу понять куда идти мы где-то здесь ну давай побежим вот сюда вот сбегаем вот в этот угол подождите мы куда попали вообще не врубают так вот я уже запутался а это мы вышли все к началу давай давай беги чего-то так это мы опять к тупику вы вообще может быть оскар надо собой взять чтобы оскар туда вообще прополз и дернул ее за руку тупик надо вернуться по за ручку там дернет она упадет кирка и мы сможем дотянуться я не знаю возможно сейчас попробуем если ничего не найду сейчас будем за оскаром идти опа понятно здесь там ничего не использовать нам сначала нужно открыть сарай скорее всего чтобы здесь что-то использовать картограф а здесь точки и интереса на кладбище а то есть это все точки серьезно здесь не пройти а как вам киркутова да найти обходной путь так оскар дружочек иди-ка сюда сумка опять я знаю оскар знаю нет кейт уокер тела понимаешь ли носят сумки от тебе еще чуть не нравится сейчас будешь сам бегать так кирка 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 у нас вот здесь давай попробуем применить все-таки оскара использовать вот пожалуйста понятно гадалки не ходи сейчас оскар на все достанет либо еще просто в опять кинем в эту в кирку он на нем не кирку оскар конечно кейт уокер он меня нахерачится и все и принесет ее в спине у себя блин так а где она давай 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 так но это было нормально это бы сообразили хорошо так теперь бежим туда и кирку и сейчас кланы спрячет смотри во нифига это первая игра где никуда не прячет наш задний карман не убирает брать а то еще чего хуже куда-нибудь еще так она идет с киркой правильно на большая куда ты уберешь такую так теперь надо туда вот он сломать давай мародерство между прочим как бы да и как-то правильно мелко хулиганство вообще да так ты по замку бей они по дереву ну ладно врубаешься этот замок такой да вот этот который в деревнях такую используешь наш двери закрывать для был на замке это как блять вообще не понимаю что это так взять что это ключ хорошо она совместима с более крупным механизмом хорошо так теперь надо обойти с той стороны давай 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 беги не цепляйся ну что такое так сюда сюда блять да не цепляйся ты за эти цветы раздражает что она бежит постоянно останавливается постоянно останавливается серьезно так использовать может быть и здесь оскара использовать просто так пускай покрутит все убегаем отсюда вируса фьюды гостинсон трамвай хорошо еще опять закроется все готово да куда ты побежала беги ты ровно ты словно разочарована кейт уокер есть такое ну может я ошибаюсь но тот факт что дана роуз потеряла ребенка и стала бесплодной опровергает твою гипотезу что у вас может быть семейная связь так верно оскар но я как не смешно оптимист вот бы быть как ты не поддаваться глупым эмоциям что ж спасибо за комплимент наверное прости оскар сама не знаю что несу либо прикол в том что возможно может быть это все подстава и ребенок не умирал это может быть подстава с тем что за ней охотились ее искали и хотели найти там приговорить и поэтому как бы может быть ребенок был просто отдан кому-то вполне себе возможно вы в порядке мисс уокер да я вообще на мне жаль что принесла вам такое ничего все нормально так едем гостевой дом где а у гостевой дом окей может быть такой может быть что вот такой вот это самое посмотрим ну что то здесь короче они опять хитрят короче мне кажется не может быть все вот так вот что примут прям вот так как долго не забираются вряд а мы сидим или смотрим на это а вагин трамвай осень 2005 года что случилось заданием данные для леона и сопротивление она не завершилась успешно поэтому мне и пришлось отправиться сюда да один момент мисс уокер так даже проклятая буря все пишут об этом вот взгляните буря буря раскопки на перевале дьявола были прерваны неожиданная буря вынудила городской совет убрать тела оказавшиеся во льдах еще во вторую мировую и переместить их в лагере зильбершпигель еще замороженные тела рядом с лагерем да я только вчера у них услышала но хотите сказать это был еще официального опознания не было но вероятно что что как минимум ли он среди этих тем все я понял значит туда нужно будет ехать с утра и опознать тела узнать тела и опознать смерть ли он а да на другие тела смерть леона что стало с леоном так мы не знаем еще судя по свидетельствам что я видела ли он погиб на задании которое министерство поручило вести дани сход лавины я одна из тех немногих кто мог бы его опознать поэтому я здесь если бы не проклятая буря мы бы закончили сегодня я понял а что дома думаете да она могла быть среди этих тел это было бы логично и объяснила бы ее исчезновение после задания не не может быть так супруг и не муж и если верить некоторым да не удалось выжить и она помогала бойцам сопротивления до освобождения вагена однако если эти свидетельства правдивы то данное исчезла после войны другие тела что с остальными телами бюро судмедэкспертизы сообщила что все трое погибших извлечены из альта один из них вероятно ли он других мужчину и женщину пока не опознали мужчину и женщину об этом они думают что данные тут одна и вот это как раз таки и вот ты есть женщина так ладно хорошо мне кажется нет конечно не все так не должно быть все так просто что они там все погибли и все это же не теряйте надежды да вот именно что это все как бы дальше играть ничего сможет дать нам точный ответ отправимся туда сразу после бури завтра или послезавтра хорошо да дождь лупит таком пойдем что сидим-то приехали блоки мы на месте не пойдете со мной да почему что ж мисс уокер может вы сданы и не родственники но как же вас не похожи а куда мы почему мы сейчас типа сразу туда поедем дать и потому что или что почему на головы помоталась вы не пойдете со мной так типа нет походу мы дальше мы сразу туда едем а там дивану там спасибо до свидания там вежливой сне не принято ну ладно куда мы то поехали в зибершпигель сразу что ли да в зибершпигель мы едем здесь уже зима вовсе у нас дождь а здесь зима тебя мы не можем ждать до утра туда-сюда и мы сразу поехали его и наши значит вместо того чтобы дождаться окончания бури и официального опознания тел тел который позволь добавить были 60 лет скованный дом ты и как следствие и я собираешься залезть на гору чтобы осмотреть их самой знаю оскар знаю но надо убедиться потому что если среди тел обнаружится данная и я лишишься своих миражей ну каких миражей но это притянуто вообще просто вот бритвы нашли вот ряш это настолько на самом деле притянуто каких миражей мы нашли фотку где очень похоже на нас девушка изображена даже если это наша какая-то про 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 я не знаю там кто какая разница но какие миражи с чем они связаны что это наша какая-то там про бабка или что или что ну как бы блять ну умерла ною что теперь поделаешь война была там сход лавины все дела ну что как будто она потеряет смысл к жизни я не знаю смысл чего-то и общение понимают она придумала сама себе какую-то цель и как бы сейчас она может у нее все пойти там по пизде потому что блять она найдет вот у сейчас ее мертвую да но это как-то вот блять но это за уши притянуто и вот в прошлых сериях они там искали мамонтов каких-то еще что-то но это как бы прикол в том ваген горы 2005 год ну там просто прикол в том что как бы ты знаешь это как эти ученые как экспедиция какая-то они едут искать что-то такое да вот там вроде вот там слышали что там есть мамонты да и вот есть разочарование того что ты этого не нашел а здесь просто ты взял картинку о она похожа на меня а давай-ка я буду искать блять да я так знаете сколько картинок могу блять фоток найти сказать ой на меня похож а это может быть мой пра-пра-пра-пра-пра-пра дед блять его все тяжкие двинуться искать его ну смысл-то такой так можно блять миллион людей искать вот это вот как-то вот немножечко непонятно ну ладно типа поставил на себе цель хочет и достигнуть допустим а смотреть общую комнату найти замороженные тела смотреть общую комнату общая комната это типа внизу то тот гостиная трактир или как что-то давай бегом-бегом-бегом-бегом нехуй тут мерзнуть стоять ой подожди а то что внизу еще по-моему было подожди подожди спуститься ну-ка там по-моему что еще внизу гликнуло я не показал во топливо при такой температуре не замерзает но его все равно должны хранить в помещении и ну так возьми канистру и притащи я не знаю зачем тебе это вообще чему нам это сейчас сказала почему известила так давай посмотрим здесь мы можем что-нибудь глянуть нет может начать чем там увидели а а снимите крышку смысле подожди то есть блять через крышку я вижу снежинки но не пишу всего остального блядь а снежинки я через крышку вижу ладно как я снежинки-то вижу блять тогда объясните так сейчас сейчас друзья ничего не видать подожди мне кажется это надо сделать почему-то кажется я не знаю ничего не видать хорошо ладно хорошо дальше что значит здесь во время войны и сошла лавина похоронившая под снегом леона ой блять я не успел чё блять поспешила там чуть хотела договорить я поспешил так и давать плохо видно реально кургую здесь обнаружите окей все хорошо все уходим давай в дом идем никого нет еще не так поздно возможно дому а за линии не спит пожилые люди рано ложатся спать разве нет вообще-то да они больше устают так осмотрели не с кем-то пила чай наверное с тем альпинистом ну ну фотография леона на корабле судя по всему она была сделана когда он возвращался из болтаяра но я до сих пор не могу понять как он находясь в бегах пережил зиму ну ли не тоже была газетная вырезка о леоне похоже пожилая леди построила в его честь настоящий алтарь ну что она его любила почему нет как бы почему бы не построить алтарь ну не алтарь а еще одна сигара значит сюда пришел человек сигарой если сейчас скажу что человек сигарой это вот тот хрен из серых теней толстый который там драться к нам лес я охерею он ему просто я я вообще не понимаю как он вообще ему должно быть 110 лет 120 он там взрослый мужик ему 40 50 лет я не знаю прошло 70 лет считайте сами что-то очень странное происходит с дамуазе линии мне прав смотри оскар твой родственник о чем ты говоришь кейтокер и к чему этот смех а извини то я посмеялся да к тому что смешной твой родственник это что мелковат для двери ключ для маленького замка ключ для маленького замка что то есть еще может быть так давай-ка пойдем сюда сиденье пустое это ее сиденье и разглядела думала найти здесь дома озолене а как она без кресла она же ходить не может весьма и пошли наверх весьма интерес вешу случилось стопудово нет времени снова осматривать лагерь нужно найти замороженные тела так хорошо подожди а ключик нам зачем а мадемуазель где лени в тебе не интересно что кресло стоит а ее нету те это не кажется странным тебе кажется что может быть она там упала где-то еще что-то нет я думала найти здесь дома зале не похоже и насрать ряд ключик подожди поэтому проверяли подожди про смотри оскар твой родственник о чем ты говоришь кейтокер и к чему этот смех так ладно ключик чего может быть ключик у она я не знаю пойдем хотя бы блядь оделась там получше я не знаю как валенки там что-нибудь еще да не надо ничего смотреть пойдем а у найти замороженные тела вот у нас одно замороженное тело стоит да да это а это тела с перевала дьявол криминалистам пришлось перевезти их сюда из за метели но генератор отключился это может навредить телом к диде муазель лени она в своей комнате отдыхает она потеряла сознание как только криминалисты уехали вагер боже что случилось и сомневаюсь что дело в телах то есть она смотрела в ту сторону Постоянно А затем, когда тела перевезли с перевала дьявола Она словно бы Словно призрака увидела Или нечто в этом роде Будто бы... Будто знала покойного Что? А за ней присматривают Понятно О, да, не волнуй С ней тот отшель Который приносит ей дрова, еду Ладно, тогда возвращайтесь внутрь Я разберусь с генератором Уверены? Полностью Идите, идите Все равно нужно проверить шатер Какими нахуй генераторами? Ну ладно, пошли О, генератор Так, нужно топливо, это понятно О, ебаса Подожди, не уверь Неудобно так Проверить Проверить А, вот, все, подожди Использовать есть Подожди Так Ага Это же эти галеты Это же банка с галетами Которая была у этого Сухое печенье Да Давно ли оно тут лежит? Либо он возвращался Либо чё, я нихера не понял Ручка, хорошо Либо просто те же галеты Но быть это рукоять от генератора Так, ща, 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 подожди Наверное сюда надо куда-то его Да Да И долго Ничего Погоди, всё Ответь мне, Оскар Эта кнопка должна запустить генератор, Кейт Локер А, тебе всё равно нужно использовать стартер Поняла Спасибо, Оскар Сейчас Оскар, молодец Вообще, механик, мать его Давай Ничего Я явно что-то забыла Топливо? А куда топливо лить? Подожди А, вот Бензобак пуст Да Надо найти топливо, чтобы запустить генератор Разве до этого ты не находила канистру? Да, находила Стоит сходить проверить Да Спасибо, Оскар Оскар такой молодец Он и так вообще помогает Такая умница Такой хороший броненосец, блядь Взаимодействовать Он уже в руках несёт Смотри, не прячет её в штаны куда-нибудь Ну давай Ну не цепляйся ты за всё подряд Блин, как она любит цепляться за всё подряд Это ужасно просто Кто-то наблюдает за нами? Ну давай Бензобак пуст Да, да когда подожди Надо найти топливо, чтобы запустить генератор А, вот залить Так Окей Блядь, всё надо нажимать Океюшно Готово Ну это понятно Чего мы с генератором не справимся? Так, пойдём Спасатели уехали сразу после того, как перевезли сюда тела Видимо, их застало врасплох буря Всё, покидали, блядь, не убрали Что такое вообще? Спасатели Институт криминалистики Вагина Хорошо Так, ну пойдём Так, стой, 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 стой Куда ты, куда ты Так Давай читать В этом мешке нет тела Даны Белый мужчина Каштановые волосы Около 50 лет Есть все основания полагать Что это тело Гарольда Экснера Экснер должен был быть Эвакуирован Леоном Кабатисом Останки которого Предположительно Также находятся Среди замороженных тел В ходе операции Сопротивления Вероятно Их группа была Погребена под лавиной В середине 40-х 1940-х годов Всё понятно Так Это вот одно тело Да, в мешке лежит Хорошо Так Мы прилипли Нет Так, это О Мамочки Леон Будто он умер только вчера Я слышала, что люди могут Прекрасно сохраниться во льдах Даже спустя Десятилетия после схода лавины Трудно поверить Что он умер Более 60 лет назад Это удивительно И В то же время Жутко Удивительно Что они теплую лампу На него направили Блядь И ушли Вот это удивительно Так Или что Не хотели его растопить Блядь Так Давайте читать Белый мужчина Около 30 лет Светлые волосы Тело находится В исключительной сохранности После многих десятилетий Пребывания во льду Вероятно Он погиб в половине В середине Тысяча сороковых Годов Всё оказывает на то Что это тело Альпиниста И бойца Сопротивления Леона Кабатиса Объявленного О пропавшем без вести После секретной операции По эксфильтрации Его личность Должна быть подтверждена Дальнейшим анализом Визуальной идентификацией Которые будут проведены В ближайшее время То есть Всё Это реально Леон Да То есть С Леоном У нас Всё это покончено Да То есть Мы всё Как бы Поняли Всё ясно А Вот третье тело Женщина со светлыми волосами 40 лет Это точно Недавно Ну да Белая женщина Светлые волосы Голубые глаза 40-50 лет Из-за отсутствия Отличительных Резнаков Её личность Невозможно Становить с уверенностью Однако Учитывая Предполагаемую Личность Двух других тел Найденных Вальду Есть Все основания Полагают Что эта женщина Участвовала Операция Сопротивления В середине Тысяча Тороковых Годов Но попала Под ловину Вместе с остальными Так Она была Как бы Влюблена Прямой наводкой Сама Прикинь Пошла То есть Они с этим Жут То есть Это У людей Большие расстройства Когда такое происходит Знаешь Там пропал человек Через 2-3 месяца Нашли Через год Нашли Через 2 Это понятно Но когда прошло 70 лет И ты этого человека Потеряла 70 лет назад Или потерял Да То как бы Спустя 70 лет Ты уже с этой мыслью Ты уже с этим Просто живешь Ты уже свыкаешься С этим Что человек уже все Он либо мертв Либо что-то еще И когда тебе говорят Что да Вот через 70 лет Мы вот нашли тела И да Это он Ты Ну Не знаю Мне кажется Не сознание Ну хотя она старая старушка Ну вот наверное Может быть Очень впечатлительная Может быть поэтому То есть ну как бы Тебе говорят Что вот Спустя 70 лет Вот мы нашли Да И это он Как бы Ну да Это печально Туда-сюда Но мне кажется Люди уже как бы Понимают это И они с этим уже живут Уже на протяжении 70 лет И это понятно Леня отдыхает Наверху Давай сходим к ней Хотя когда вот человек отдыхает Тем более вот такая вот Старенькая бабушка такая Я бы не ходил Честно Я бы серьезно Оставил все до утра Что ей так прет Вот прямо сейчас Все ночью узнавать Я не понимаю Ну серьезно Она сейчас Слушайте У меня тут столько вопросов Я скажу Слушай блин Дай до утра хоть это отдохнуть А С своими вопросами Извините Сэр Мне показалось Ты уверена Что хочешь следовать За этим Этим индивидом Кейт Уокер Кажется он не представляет Угрозы Оскар Скорее наоборот Мне либо показалось Либо это была обезьяна Погоди Она увидела Ей поплохело Не из-за того Что Ей Ей поплохело Из-за того Что она может быть Увидела А обезьяна Это наверное Тот самый детеныш Снежного человека Который он нашел Вырос В одежде бегает Странно Короче Я понял Слушай походу Да Это походу Снежный человечек Ну это Неандерталец Или как его правильно назвать Я не знаю Вот Давай поговорим Она спит Лучше пойду И поговорю С тем альпинистом Она спит С открытыми глазами Между прочим Ай Блядь Такая просто Заходишь У него такие Да И храп Такой Просто стоишь Да Такой И блядь Не знаешь Че Она смотрит На тебя Или спит Такой Здрасте Она опять Ну ладно Опа А я думал Сейчас он скажет Это Кейт Пошли-ка За этим Индивидуум Это обезьяна Сто пудо Это короче Тот самый Снежный человек Он помог Наверное Леону выжить Тем не менее Леона засыпала Туда-сюда А может быть Кстати там И не Леон Вовсе Может быть Похожий Человек На самом деле Блядь Слушай Ну запутка Запутка Сюжет Запутан Мы начали Вроде как Просто С поиска Какой-то Девушки Да Даны А сейчас Мы уже Столкнулись Со снежным Человеком Как бы В принципе Дальше Может быть Круче Прибавить Освещение Что это Тут у нас Рисунки Осмотреть Рисунки Встреча Это типа Когда они его Нашли Что ли Да Так Ну давай По очереди Ну это понятно Это братья и сестры По оружию Танки Ну это Это война Понятно Путешествия Это его типа Увезли Наверное То есть Встреча Путешествия И вот это Наверное Да Среди нас Короче Это вот Все Вот это Это вот Леон Стоит Самый Высокий А эти Все остальные Это наверное Вот Снежные люди Племя Какое-то Их Их Племя Посмотреть Рисунки Похож Похож на Леона Точно Везет Напоминает Мне о другом Его портрете О котором Она сейчас Обосрется Письме Из Балтаяра О портрете Написанном Я бы Обосрался Я Я Ебу Бабу Егу Данна Нет Неданна Нет 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 Кейт Уокер Ну да Ну да Гороном Нет Неданна А Она стара Как и я Я Кейт Она стара Как и я Кейт Уокер Да А вы Вы тот Кого Леон Давным-давно Спас Во время Экспедиции Исток Верно Да Горон Из Балтаяра Что ж Вы прошли Долгий путь Мистер Людвиг Людвиг Харт Так Что ж Мистер Людвиг Простите Что спрашиваю Блять Она такая Спокойная Что случилось Когда вы с Леоном Вернулись В Астерталь Я бы охуел И вступили В Сопротивлении Это ваш планета Обезьян Восстание Как вы встретили Дану Она еще и курит Блять Вот от людей Привычек Понабралась А блин Леон Мой брат Эти рисунки Сцены из вашей жизни Так ведь Встреча с Данной Ваши родители Спасение Леона Встреча с Данной Тогда вы встретили Дану Нет Ваши родители Спасение Леоном Похоже на реку А маленькая фигурка Вроде ранена Вы тогда встретили Леона и ученого Из экспедиции Исток Да А Леон Среди грунов Жители Болтаяра Ну Леон Среди грунов Тот человек Что стоит Среди других Было На других рисунках Это Леон Так ведь Да Леон Так же И Болтаяра Те люди Ваше племя Мистер Людвиг Да Так вы Жили все вместе В пещере В Болтаяре Да Так вы И ваше племя Взяли Леона К себе После смерти Рейнкарда Бергера В 37 Так Он и смог Пережить Ту зиму В горах Потом Вы вместе С Леоном Уехали Когда он решил Вернуться В Ваген И вступить В сопротивление Угу Дана Не знаю Пускай будет А Дана К тому времени Уже Вступила В сопротивление То есть Если судить По рисунку Нет Позже Боевые сцены Они Об освобождении Вагена До него О сопротивлении Блондинка С вами И Леоном Это ведь Не Лени Да Лени Моя сестра Фига То есть Подожди Получается Я знала Что Лени Боец Сопротивления Но она Не рассказывала Что воевала Вместе С Леоном Да и с вами Да Получается Леня Воевала С Леоном То есть Леон вернулся Они с Леней Встретились И вместе Она даже Утверждала Что никогда Не видела Леона С 1937 После лета В лагере С Данной Зачем ей Скрывать Нечто Столь важное Вот почему Ей стало плохо Потому что Она все таки Он вернулся И они вместе Еще воевали Пора проведать Лени Пойдем Идем Кейт Уокер Иду Кейт Уокер Иду Охрен Я бы обосрался Увидел Говорящий обезьян Я бы наверное Просто охуел бы Я просто Вот так присел Вот так вот И так Блядь Сказал бы Ёб твою мать Вот так Ох Ёб твою мать Ну серьезно Это же восстание Это же планета Обезьян Восстание Понимаешь? Это альбом для рисования Я думаю он Леона Так Ну давай читать 1137 экспедиции Хорошо Экспедиция 1937 Она вторая Что значит Она вторая Экспедиции До 37 Две вторых Этим летом В лагере Хорошо Горный лагерь Горный лагерь Чокот Нарисован Образцы Из Астертайских Гор Группа Делают Успехи Экспедиция Исток 37 Если бы только рука могла описать то, что у меня на сердце Болтояр Жизнь среди горунов Зима 38 Жизнь среди горунов Часть вторая Тайна возвращения Ваген 39 Тихо Тихо Ваген во время оккупации Одна вторая Так Ваген во время оккупации Понятно Вторая часть Сеть Эдельвейс Сеть Эдельвейс 2-2 Такой царь сидит Пригорю Не ломалось Что-то Последняя ночь Мне снился Самый прекрасный сон Портреты Леона Написаны Горуном Все Осмотреть комнату Горуна Это что Взрывные работы Ведет Детонирующий шнур Прямо как в старых фильмах Детонирующий шнур Прямо как в старых фильмах На спину По-моему Привязывается Вот этот Лямками Как рюкзак И человек идет с ним И он разматывается Только катушка Должна быть Поздоровее По идее Ну ладно Хорошо Детонирующий шнур Нахуя он Так Своеобразная карта Напоминает Перевал дьявола Ну понятно А вдруг Вдруг на ней Горун отметил места Где искал тело Леона Может быть Не знаю Так Это что? Рука Этот знак Выглядит Как предупреждение Такой же знак Был на камне Когда мы его нашли Тоже как Видать Как предупреждение Что типа Не надо сюда ходить Да Читать Вы видели Этого диверсанта Супер Че Супер Че Найдите плакат Суперэффективным Бойце сопротивления Суперэффективный Бойец сопротивления Агент 007 Вы видели Этого диверсанта 100 марок Живым или мертвым А объявлено Вознаграждение За сведения Которые помогут Поймать Людвига Хардака Более известного Как убийца с гор Разыскивается За убийство Живым или мертвым Он состоит В худшей банде Разбойников В истории Вагена Круто Так Это что? Похоже Что это планы Секретных операций Здесь был Какой-то Штаб Штаб Местного сопротивления Вроде Леона И его группы Оружие Хуя Наверняка осталось Со времен войны Хуя Снайперки тут Смотри Так А чем мы еще можем Давай читать Вот наш реальный враг Это обезьяна Старый пропагандистский блокад И супер партизан То есть Реально получается Они с ума сходили По этому горуну По этому снежному человеку Да Прям листовки с ним Печатают Вот наш реальный враг Так много всего случилось Так много всего случилось с Гороном С тех пор как Леон нашел его в Болтаяре Что у него была за жизнь Но все еще много непонятного Мне нужно больше выведать Эду Мазель Лени Так она здесь Посмотрим Однако Однако Интересно А Фройлин Да Привет Я знала Что вы еще вернетесь Судя по всему Вы уже знакомы С Людвигом Да Немного Да И у меня теперь столько вопросов О вас О том Что вы мне уже рассказали И о том Что не рассказали Да-да-да Что ты скрываешь От прошлого можно бежать Но убежать нельзя Рассказывай Впрочем Вы это знаете Ведь так Фройлин Так Что вы пытаетесь утаить Вы все время Мне лгали Так я не буду разговаривать Что вы пытались утаить Я хочу понять Демуазель Лени Я хочу знать Почему вы не рассказали мне О смерти Леона О том Что сражались Вместе с ним И о Го О мистере Людвиге Пора признать Пора признаться В преступлении Каком О чем вы говорите Лучшее время В моей жизни Я вступила в сопротивление Не то что Мой трусливый отец Сражалась Бок о бок С Леоном После того Как он чудом Вернулся с Болтояра С Людвигом Это дало мне Цель Так А дальше что Вагель лагеря Зильбершпигель 44 1944 год Это мы возвращаемся В те времена Когда вернулся Этот самый Леон Был прекрасным лидером Я чувствовала Что он Наконец-то Начинает Воспринимать Меня всерьез Особенно В отсутствии Даны Я знала Он все еще Влюблен В конце концов Разве он не вернулся С другого конца Света ради нее Но мы считали Что он опоздал И Дана Вместе с родителями Погибла Во время погромов А потому Я верила Что скорбь его Рано или поздно Пройдет И Именно тогда С неба Свалилась Дана Буквально Свалилась Ай Свалилась Дана Блядь С неба Свалилась Дана Прислали из Лондона Наблюдать За операцией Сети сопротивления Эвакуировать Гражданского В Швейцарию Если верно Помню Так и есть Но Леон Не упоминал Что в этом Участвует И Дана Может И сам Боялся Поверить Она на ветках Такая Она же висит Раскоряка Ты че Это ж мы Вот она Дана А это мы Мы Леон Привет Ты че Без слов Просто без слов Прям в кустах Там давай Приваляться Вы че Блин А че Там же Смотрят Неудобно А это Да Стоит Сверху И смотрит Приперлась Блять Данка Это Блять Все планы Поломала Мужика Отобрала Второй Раз Второй Раз Может быть Она И че Ты Сделаешь С этой Данной Данной Подставит Ее Второй раз Она у него Уже Словно Ни на миг Не расставались Бля У нее будет Короче Злоба На Дану Они знаете Данна Не упоминала О ребенке Может Они собирались Завести Ребенка В Болтаяре Кто знает В Болтаяре Да Только Об этом Они и говорили О том Как будут Жить Там После Войны Вместе С племенем Людвига Вообще Что Вибрают С Каким Племенем Будем Спать На Камнях Будем Готовить На Костре Сделаем Шерстяные Одежды Себе Очередная Незбыточная Мечта Почему Опять Он ушел В эту В экспедицию И там уже Вот все Попал Под завал Под этот Ведь что там Так Я должна Связаться С Лондоном Радиостанция Внизу Так Поговорите С союзниками Прежде чем Включить Приемник Договорились Один из рисунков Леона Помню Он запечатлел Меня на террасе Тем летом Когда мы Познакомились Он подарил Мне этот рисунок Перед экспедицией В Болтаяр Думала Коричневые тени Уничтожили его Когда громили Папину галерею Это тот самый Который мы выбрали Короче Леона Экспедиция 37 В этих рисунках Я узнаю Горы Вагина Должно быть Леон нарисовал Их во время Своих экспедиций Это мы уже Видели хорошо Ладно Так Гер Густав Поселил меня тут Когда я работала У него Как много Приятных Мгновений Провели мы Здесь с Леоном Уезжая в Лондон С Юнтой Я и подумать Не могла Что снова Окажусь здесь Да еще С Леоном Стволы Пули Наручники Сколько мы Времени Здесь Офигенного Провели Ваще Ай Блять Такие Пойдем Че Поговорим С союзниками Так Сюда Нам Надо Подожди А вот Здесь Что Если Мы Сюда Пойдем Ага Там же Комната Этого Густава Должна Быть Я думал Туда Зайти Так Это Спуститься Вниз Чердак Есть Смысл На Чердак Можно Подняться Кстати Давай Быстренько Поднимемся На Чердак Чтобы Не Бегать По Десять Раз Потом Прикольно Да Вот Они Здесь Жили Классно Коечки Стоят Такие Вещи Тайник Юнты Вряд Ли Там Есть То Что Поможет Усилить Радио Сигнал Хорошо Ладно Не Не Понял А че Ну а в чем Проблема Это Ну ты Заюзли Вот Мы же Шли Вот Смотри Она Светится Оп Есть Попал Так Это Что Так 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 Какая Ой 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 Взять Взять Как только Подключу Антенну Смогу Ее Открыть Это Антенна Мать Итите Я могу Ее К чему Нибудь Подключить О Ок 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 Мы ее взяли Что-то там В ней даже Сделали Непонятно Старый приемник Гера Густава Когда я здесь Работала Мы вечерами Слушали на нем Радиопередачи Понятно Это усилитель Какой-то Короче Типа Антенны Все ясно Юнта Так и не вернулась Чтобы забрать его Неудивительно Пожалуй Если учесть Что началась Мировая война Хорошо Ладно Это Что? Стоп Соленье Бухло Пленка Понятно Ну и бардак Похоже Гер Густав Превратил Проявочную Юнты В кладовку Ну и ясно Все Пошли тогда Отсюда Здесь мы взяли Усилитель Сигнал Вот Зря Зашли Видишь Все Нам нужно было Сразу сюда Идти Иначе Мы бы пошли Вниз А нам Сказала Нужен усилитель Сигнал Антенна Мы бы пошли Обратно Столько бы Времени Не потеряли Так Мы не поленились И сразу Все сделали Мы молодцы Опять Мы молодцы В какой раз Мы молодцы Так Сундук нам странный Показали Но с ним Взаимодействовать Нельзя Везде оружие Судя по всему Сеть Леона Хорошо организована Жаль Что тоже нельзя Сказать о всех Сетях сопротивления С которыми Мы работаем Окей Хорошо Привет Густав Можно Или как Густав Да Густав Те самые Рисунки Которые Висят В комнате Гору Назвал Леона Своим братом Должно быть Они вместе Многое пережили После того Как Леон Спас его От Гера Бергера Лене Егором Похоже Близки Хорошо Что она Нашла друга Не то Чтобы Гер Густав Уделял ей Недостаточное Внимание Но в лагере Лене Было Слишком Одиноко Настоящие Братья И сестра По оружию Чувствуется Что они Стоят Друг за друга Горой Понятно Какие Красивые Для вас Дана Роуз Спасибо Спасибо вам Огромное Людвиг Людвиг Вы словно Были с нами Густав Людвиг Леон Говорил Мне Говорил Обо мне О Что только Не говорил О вас Постоянно Постоянно Мне Пора Она такая Застесняла Мне Пора Пойду Узнаю Что там Тебе Рассказывал На этом Рисунке Мы с Леоном Горан Должно быть Нарисовал Его По рассказам Леона Окей Хорошо Вот Это уже Рация Но подожди 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 А что нужно сделать Поговорить с союзниками Вот Прежде чем Включить приемник Поэтому Ебать Ебать Одна упадет И всему хана Союзники Не могут Снабжать Сопротивление Так Чтобы Те полностью Отказались От своих Привычных Методов Тайник С оружием После Отъезда Гера Густова Бойцы Сопротивления Использовали Это место Как базу Охренеть Сомневаюсь О том Что Коричневые Террористическая Белая армия Свершила Свершила еще Одну диверсию Гарольд Экснер По данным Министерства Он ученый Обладающий Крайне важной Информацией Недавно Он был раскрыт Что и стало Причиной Этой операции Во время Инструктажа Лучше Помалкивать У Экснера Репутация Весьма Вспыльчивого Человека Интересно Так Лагерь Место Где между Мною И Леоном Все началось Хорошо Все Так Идем Говорить С остальными Лени Так и сидит Смотри Как мы ее Встретили Она Когда украла Линзу Какую-то От фотика Так и сидит За этим столом Так же Смотри На столе И ноги На стуле Только уже Со стволом Сидит Поляне Ну понятно У нее Она ее Незалюбливает Незалюбливает Ее Данну Прямо Тебя Видеть Ты уже Такая Взрослая Как ты Жила С тех А ты вообще Незалюбливает Ну да Она ее Незалюбливает Короче И она Что-то Она Понятно Она не договорила Потому что Она что-то И сделает То Что Как раз Таки То что-то Плохое Как раз Таки Что и Случится С Даной Наверное Я хер Знаю Твой отец Мне сообщили Что Лагерь Закрыли Коричневые Тени Несколько Лет Назад Похоже Твоя Сеть Сделала Все Что Можно Но Как Гер Густав Он Мертв Нет Он Не Мертв Хотя Для Меня Возможно Понятно Потому что Он не Участвует В сопротивлении Он Трус Все Дела Так Удивительно Думать О том Как Вы С Леоном Сражаетесь Бок Обок С кем То Из Совсем Иного Мира Да После Того Как Леон Спас Его Во Время Экспедиции В Болтайер Племя Людвига Приняло Его К себе На Зиму Ну Это Странно На Сам Деле Они Стали Неразлучны Словно Братья Настолько Что Людвиг Настоял На Возвращении Вместе С Леоном Теперь Он Один Из Лучших Наших Бойцов Кошмар Коричневых Теней Это Немножко Глуповато Но Ладно Мне кажется Снежный Человек Который Живет Живет Где-то Черт знает Где И он Не знает Что такое Война Он Не знает Что такое Оружие Все Прочее Мне кажется Если ему Сказать Поехали Со мной Воевать На фронт Он скажет Ты дурак Ну Серьезно Он скажет Слушай У вас там Свой мир Я живу В своем Мире И все И до свидания Как бы Каким мы там Братья не были Оставайся у нас Туда Как это можно Существо Которое в жизни Ничего не видело Притащить сюда И оно будет Лучшим бойцом Сопротивления Что Конечно Это так Поговорим Позже Хорошо За уши Притянуты В общем Ты кто Вы в порядке Герекснер Вы похоже Расстроены А этот ученый Если дело касается Вашей эвакуации Завтра могу Заверить Волноваться Не о чем Леон лучше Мне плевать На то Что будет Завтра Что такое резкий Моя жена Андреа Так Я уже говорил Вашим Вашим громилам И чего Ой громила Прямо Ты себя видел Я не уйду Ваша жена Мне жаль Герекснер У нас нет приказов Касательно Плевать мне На ваши приказы Я никуда Не пойду Без нее Поняли Никуда Думаете Я негодяй Да Эгоистичный Негодяй Готовый Поставить На кон Чужие жизни Ради жены Вы все Так думаете Да Да нет Почему Вы сами Напросились Я не буду Так говорить Мне нечего Сказать Вам просто Страшно Боюсь Я не так Хорошо Вознаю Для таких Суждений К тому же Я здесь Выполняю Задание Вот это Правильно Я принимаю Полную ответственность За свои действия И не жду Сочувствия Но Разве Я не могу Рассчитывать На понимание Как бы Вы поступили На моем месте Согласен Не поспоришь Он просто хочет Забрать Свою жизнь Вы поступили Если бы Вас попросили Бросить Вашего Ненаглядного Альпиниста Ради общего блага Они не так близки Возможно Именно этого же Вы ждете От меня Бросить Андреа Они не так близки С Леоном Они только Встретились А если человек Живет с другим Человеком Долгое время Это совершенно Другое На самом деле Я бы Я бы Исполняла Свой долг Я бы Поступила Бы так Я поступила Бы так Честно Честно говоря Будь я На вашем месте Полагаю Я бы Сделала Все Чтобы защитить Своих Близких Да Вот как Спасибо Фролайн Не за что Фролайн Или как Ну Похоже Все в порядке Более или менее Теперь Я должна Вернуться К рации Окей Блять Давай Заходи Рация Ну Давай Крутить Ее Вертеть Подожди Вот Проверить Так Стопэ У нас Здесь Пистолет Нифига Это должно Помочь Отлично 10 кнопок Нажать Чтобы Открыть Эту Штучку Ебас Я Ну Кабик И Высунется Знаешь А тут Такая Херовина Собралась Офигеть Так Проверить Наверное Я ошиблась Так Погоди Погоди Наверное Я ошиблась Чего Ошиблась Это Погоди Эта Часть Рации Используется Для Приема Бля Я в рациях Тоже Как бы Не силен Знаете Эта Часть Рации Используется Для Приема А нам Что Нужно Сделать Настроить Приемник Ну Ладно Чтобы Найти Правильную Чистоту Нужны Мои Документы А Не В Боковом Кармане Сумки В Боковом Кармане Сумки Значит А еще Придется Наверх Эти Засунки Эта Часть Рации Используется Для Передачи Ну Опять Чтобы И Настроить Нужно Это Самое Да Давай Чтобы Найти Правильную Чистоту Нужны Мои Документы Понятно Ну Пошли За документами Че Делать Так Пошли За документами Сумка Наверное Здесь же Находится Верно Или Где Ой А что Здесь Подожди Несмотря На то Что Коричневые Тени Уже Стащили Комендантский Час Мы Смогли Выбраться Из Вагина Труднее Всего Было Сообщить Родителям Франца Что Их Сын Погиб Во Время Последней Операции Его Отец Был Вне Себя Когда Узнал Что Тело Сына Не Вернуть Мы Объяснили Ему Что Харда Так Хоронит Всех Погибших В Вечных Снегах В Так Они становятся Единым Целым С горой И будут Покоиться Рядом С вашими Братьями По Оружию А Вы Можете Не Опасаться Что Коричневые Тени Сквернят Их Могилы Франц Осознавал Что Может Погибнуть Но Это Не Могло Помочь Его Родителям Принять Его Кончину Мы Попытались Успокоить Отца И В конце Концов Он Смирился И Попросил Хотя Забрать Вещи Франца Не Вижу Причин Для Отказа Так А вот Что Смотреть Подожди Бряха Как же Неудобно Иногда Проверить А вот Осмотреть Вот Вот Вероятно В общежитии Живут Люди Леона Ясно Ладно Живут Пускай Живут Так Вроде Это Наша Комната Давай Сейчас Быстренько Сумка 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 Сумку Здесь какая-то Валялась Ну вот Сумка Валяется Нет А какая Нахер Сумка Объясните Мне Это Не то Подожди Ладно Нужно Срочно Связаться С Лондоном Моя Рация Внизу Тарация Тарация А сумка Где Подожди Убежище Горана Понятно Оооо Подожди А может здесь Ооо Я сейчас не понимаю А где сумка Какая у нас Там тупик А где Какая сумка Подожди Может быть Я что-то Наверху Хотя нет Почему Наверху Ее сумка Не-не-не-не Быть того Не может Бля Я не знаю Сумка Почему Гер Горстов Покинул Лагерь Коричневые тени Заставили Сумка Где Мать Сигнал Недостаточно Силен Мне Нужно Как-то Его Усилить Я не знаю Я не знаю Какая там сумка Нужна С какими-то Документами Я не понимаю Попробую Другое В смысле А Так А в другую сторону Я не могу это сделать Теперь сигнал Сможет достичь Лондона Офигеть Мне нужно правильно Настроить частоты Чтобы связаться С Лондоном Это я понял А где сумка Блядь А подожди В боковом кармане Может она вот эту сумку Вот эту сумку Она имела ввиду Блядь Это вообще Полевая рация Какая-то А не сумка Ёпта В левом В левом В левом Я понял уже Давай Ебать Я думаю Что за сумка Она сказала Спасибо Сразу не могла Блин сказать Что блядь Вот в этой рации В левом кармане Блядь В сумке В хуюнке Аааа Так Отлично Ааа ABCD Понятно Это морзянка Это морзянка А толку Так Вот сейчас я не особо понимаю Погоди Документы А больше ничего нету Так Друзья Давайте на этом остановимся Потому что я сейчас не особо Ааа Там внизу еще бумаги Вот по ним Друзья Все равно Давайте на этом остановимся Сегодня нашу серию остановим В следующей серии Будем уже вот это Вот разгадывать Эту тему Как здесь что Настраивать И подавать Какие-то там Сигналы Короче Вот Нам еще какую-то Мордянку Надо будет использовать Друзья Если вы впервые на канале Пожалуйста Подпишитесь Будет очень приятно Во-первых Колокольчики ставьте Чтобы ничего не пропускать Все удовления Чтобы к вам приходили Пальцы вверх Обязательно Репосты, комментарии Приветствуются Друзья Все ссылочки на Контакт На Дискорд Северный Телеграм Канал внизу под видео Ну и пишите просто На ютуб канале Бородоплей Есть вкладочка Сообщество Пишите сюда Будет приятно С вами пообщаться На сегодня это все Надеюсь вам понравилось Всего хорошего Удачи Пока-пока